Горловский мясокомбинат На Горловском направлении террористы из 24-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Гудзя вели обстрелы из 82-мм минометов района населенного пункта Широкая Балка, выпустив при этом 10 мин. На Донецком направлении боевики из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Глочкова обстреляли район населенного пункта Докучаевск, выпустив 6 танковых снарядов и 4 мины калибра 120 мм. Также применялось вооружение БМП. На Мариупольском направлении боевики все той же 93-й бригады вели обстрел из вооружения БМП района населенного пункта Петровская. За прошедшие сутки противник трижды нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Донецке, Логвиново и Сокольники. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли запрещенными минскими соглашениями 120-82-мм минометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 40 различных боеприпасов. Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине с начала работы ГП «Горловский мясокабинат», состоялось в пятницу на территории предприятия. По случаю мероприятия лучшие работники были отмечены грамотами и благодарностями. Сотрудников поздравляли исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, начальника дела легкой и пищевой промышленности Минпромторга Елена Воронина и глава администрации Никитовского района Горловки Ирина Романова, а также директор предприятия Александр Шквира. Министр отметил качественный скачок предприятия. Продукцию Горловского мясокабината под маркой «Юзовский деликатес» и «Щедрый ком» знают и любят наши покупатели. К этому стремимся. По случаю праздника за добросовестный труд и высокий профессионализм порядка 20 сотрудников госпредприятия были награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли и грамотами главы администрации Горловки Ивана Приходько. Директор предприятия рассказал о нововведениях, сделанных на заводе. Во-первых, мы провели огромнейшую работу и проанализировали работу предприятия, построили стратегический план и после этого поняли, что необходимо качество продукции, необходимо качество, которое удовлетворит потребности наших покупателей. Сделали упор на это, поменяли многие рецептуры, ввели новые виды колбас и на сегодняшний день они пользуются популярностью. Александр Шквира отметил, что сейчас на предприятии трудятся более 150 человек, но в ближайших планах увеличение штата до полутысячи работников. Это будет осуществлено за счет расширения производства, что также позволит изготавливать и реализовать порядка 250 тонн колбасных изделий. Для гостей на комбинате провели экскурсию по производственному цеху с дегустацией новых видов колбасных изделий, которые изготавливаются по советским густам и по своим вкусовым качествам опережают другие виды колбас, в которых используются усилители вкуса и эмульгаторы. ГП «Горловский мясокомбинат» был образован 30 июня 2017 года на базе предприятия по производству мяса жировой и колбасной продукции, основанного в Горловке в 1937 году. На сегодняшний день завод выпускает около 90 видов изделий марок «Щедрый кум» и «Юзовский деликатес». Лидер Украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнебок в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что территория незалежной в границах 1921 года была более чем в полтора раза обширеннее, чем сейчас. Среди земель, на которые мог бы претендовать Киев, он назвал в частности территории, принадлежащие теперь России, Польше, а также Словакии. Кроме того, он утверждает, что Россия украла у Украины культурное наследие, песни сечевых стрельцов и множество других украинских произведений. «Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание, песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказываются украдены у нас, украинцев». Претензии, выдвинутые Тягнебоком, прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Что касается претензий на Брянскую область и на прочее, о чем вспомнил Тягнебок, то это просто какие-то галлюцинаторные мечты. В своё время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли украинскими. Но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнебока в некотором смысле обоснованы, наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство. Видит, что власти государственной там, по сути, нет». В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам национальности Руслан Бальбек раскритиковал украинских националистов за непомерные аппетиты. «С такими аппетитами и целой планеты будет мало. По их мнению, слово «Украина» должно простираться за пределы нашей Солнечной системы. И хотя это всё смешно, но тем не менее, таким образом воспитывается новое поколение, уверенное в том, что весь мир должен называться «Юкраин». Замминистра Украины по делам так называемых «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала «ЗИК» был вынужден признать, что Киев ничего не может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море. Таким образом, он отреагировал на слова председателя общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирёва, призвавшего украинскую армию эффективно отреагировать на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких совместных разработок ВПК. «Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту». «Москва попытается аннулировать решение по расширению мандата ОЗХО. Если этого сделать не удастся, то дни организации будут сочтены», – заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4. Глава МИД признался, что опасается за будущее ОЗХО и Конвенции по запрещению химического оружия. По его словам, организация подверглась серьёзной манипуляции, когда британцы и их союзники на спецсессии стран-участников Конвенции продвинули решение о расширении мандата ОЗХО. Лавров подчеркнул, что этот шаг нарушил Конвенцию, давая техническому секретариату ОЗХО право устанавливать виновных. «Когда Конвенция подвергается серьёзным нарушениям, я не думаю, что вы можете избежать озабоченностей. И мы попытаемся аннулировать решение, потому что оно будет вынесено на регулярную конференцию стран-участниц, но если ситуацию не получится исправить, я боюсь, что дни ОЗХО будут сочтены. По меньшей мере, она больше не будет оставаться универсальной организацией». Также Лавров предположил, что Великобритания получила политические дивиденды от ситуации с отравлением Скрипалей. При этом не исключено, что Лондон попытался скрыть улики. «Люди теперь говорят о сносе дома Скрипалей, сносе дома полицейского. Всё это выглядит как последовательное физическое уничтожение улик. Безусловно, Великобритания получила политическую выгоду от происходящего». Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал введённые Западом санкции против России и с чёлых уроком. «Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство». Учитывая все факты, Лавров сделал вывод, что определяющие русофобскую политику на Западе проводят её из-за того, что им больно утрачивать статус лидера на мировой арене. «Интерес тех, кто определяет русофобскую политику на Западе, наказать Россию и снизить её статус. Потому что очень больно терять лидерство длиной в 500 лет на международной арене». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в Евросоюзе понимают значимость РФ для энергетической безопасности континента. «И если говорить об американских амбициях, обеспечить такую безопасность, то на сегодняшний день в европейском газовом балансе доля американского сырья составляет всего около 2%.» Так Грушко прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» и звучащие из Вашингтона требования к европейцам отказаться от участия в этом проекте. При этом замглавы российского МИД отметил, что некоторые страны пытаются максимально политизировать экономическое сотрудничество для того, чтобы либо извлечь конкретные дивиденды, либо усилить позиции в западных объединениях. «Мы всегда исходили из того, что в основе энергетического сотрудничества должны лежать экономические факторы. Необходимо вести дело к тому, чтобы максимально деполитизировать такое сотрудничество и исключить влияние любых геополитических факторов». Напомним, США продвигающие амбициозные планы по экспорту своего сжиженного газа в Европу неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в «Северном потоке-2» и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это. Руководители ряда частных вузов просят президента Латвии Раймонда Вейониса не утверждать принятые сеймом ограничения на преподавание вузов на иностранных языках, в том числе русском. Письмо подписали в частности Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская конфедерация работодателей, а также Латвийско-британская торговая палата. В обращении к президенту говорится, что поправки негативно отразятся на государственном бюджете, так как ограничения на использование русского и английского языков в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования. В письме также подчеркивается, что влияние ограничений на бюджет не обсуждалось ни с представителями вузов, ни с Министерством финансов. Напомним, что поправки, запрещающие обучение в частных вузах на русском языке, были приняты сеймом Латвии 21 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от ее действий. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Трамп также не исключил, что признает Крым частью России. При этом в утрате Крыма Украины он обвинил своего предшественника. Между тем, заместитель председателя Крымского парламента по международным отношениям Юрий Гемпель уверен, что международное сообщество, в том числе США, рано или поздно будут вынуждены признать российский статус Крым. Горловский мясокомбинат отпраздновал первую годовщину с начала работы предприятия. Москва намерена аннулировать решение по расширению мандата ОЗХО. Канада опубликовала список товаров из США, на которые вводят пошлины. На Горловском направлении террористы из 24-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Гудзя вели обстрел из 82-мм минометов района населенного пункта Широкая Балка, выпустив при этом 10 мин. На Донецком направлении боевики из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Клочкова обстреляли район населенного пункта Докучаевск, выпустив 6 танковых снарядов и 4 мины калибра 120 мм. Также применялось вооружение БМП. На Мариупольском направлении боевики все той же 93-й бригады вели обстрел из вооружения БМП района населенного пункта Петровская. За прошедшие сутки противник трижды нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Донецке, Логвиново и Сокольники. При обстрелах вооруженные силы Украины применяли запрещенными минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 40 различных боеприпасов. Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине с начала работы ГП «Горловский мясокабинат», состоялось в пятницу на территории предприятия. По случаю мероприятия лучшие работники были отмечены грамотами и благодарностями. Сотрудников поздравляли исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, начальника дела легкой и пищевой промышленности Минпромторга Елена Воронина и глава администрации Никитовска района Горловки Ивина Романова, а также директор предприятия Александр Шквира. Министр отметил качественный скачок предприятия. Сегодня будет презентация новых видов колбас, это любительская, столичная и докторская, которые изготовлены по советскому ГОСТу. То есть у них срок хранения после того, как открыли упаковку, 3 дня. Вообще срок хранения месяц. То есть мы возвращаемся к советским стандартам, к советским ГОСТам. И то, чего добилось руководство предприятия, это переход от количества выпускаемой продукции к качеству. Поэтому продукцию ГОСТам комбината под маркой «Юзерский деликатес» и «Щедрый ком» знают и любят наши покупатели. Вот к этому стремимся. По случаю праздника за добросовестный труд и высокий профессионализм порядка 20 сотрудников госпредприятия были награжены почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли и грамотами главы администрации Горловки Ивана Приходько. Директор предприятия рассказал о нововведениях, сделанных на заводе. Во-первых, мы провели огромнейшую работу и проанализировали работу предприятия, построили стратегический план. И после этого, судя по списку наименований во второй категории, канадские экономисты хотят заставить заплатить именно те штаты США, которые голосовали за Трампа и республиканцев. Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу с 1 июля. В Куйбышевском районе Донецка правоохранители установили и задержали ранее судимого телефонного мошенника. В Куйбышевский районный отдел полиции города Донецка стали поступать сообщения от пенсионеров о том, что неизвестный злоупотребив их доверием, завладел денежными средствами. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей. Сотрудники сектора уголовного розыска Куйбышевского районного отдела полиции Донецка совместно с коллегами из Донецкого гору управления МВД задержали 28-летнего злоумышленника, который недавно освободился из мест лишения свободы. Но на путь исправления не встал и продолжил свою преступную деятельность. Звонил на случайные номера, слышал живой голос, взгляд с родником полиции, говорил, что их дети, ну дети, не говорил кто, сын или дочь, упали там в ДТП, но сбили человека, и что человек сейчас умрет. И говорил, что надо деньги, чтобы помочь. Для прекращения уголовного дела лжеполицейский требовал огромную сумму денег. Фигурант постоянно поддерживал связь с жертвами и не давал им времени для совершения звонка своим близким. Затем подъезжал к ним домой на такси, и доверчивые потерпевшие отдавали ему свои сбережения. Узнавал адрес их по телефону, у них же они сами говорили. Узнавал, сколько денег у них есть, тоже вопросами. Вначале говорил определенную сумму, а потом они сами говорили, сколько есть. Всегда был с ними на телефоне, не давал им сделать звонок, езжал и забирал. После передачи денег злоумышленник сразу же ехал их тратить. Деньги, которые получал, все тратят на наркотики. За содеянное мошенник будет привлечен к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК ДНР мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На счету у фигуранта 5 фактов мошенничества. В данный момент правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории республики. Накануне сотрудники МЧС совместно санитарно-эпидемиологической службой провели в Кировском районе города Макеевки профилактический рейд по предупреждению несчастных случаев на воде. В этот раз рейд был проведен на одном из городских водоёмов в Батмане. Здесь купаться запрещено, так как бактериальное загрязнение воды превышает допустимую норму в несколько раз. В зоне отдыха «Дива» отдыхающим вручены были памятки по элементарным правилам охраны жизни на водных объектах. Статистика гибели людей на водных объектах показывает, что в этом году погибло уже 14 человек. Это в летний период и в зимний период 4 человека. Спасено подразделениями МЧС 3 человека. По городу Макеевки в летний период уже утонуло 3 человека. В связи с этим МЧС предупреждает граждан ДНР соблюдать меры предосторожности во время отдыха у водоёма, а также при купании. Родители, проведите беседы с детьми о том, что им нельзя находиться возле воды одним. Запретите им выход на водные объекты без сопровождения взрослых. Берегите свою жизнь и жизнь детей. Кроме того, сотрудники МЧС рассказали отдыхающим о правилах оказания первой медицинской помощи при утоплении. Я узнал от сотрудников МЧС очень много нового. Как оказывать первую помощь доброчебную при утоплении. Нужно извлечь утопающего из воды, положить его на бок, освободить дыхательные пути, затем положить его на колено для того, чтобы извлечь воду, попавшую в лёгкие. Затем его положить на спину, на ровную поверхность и делать непрямой массаж сердца. Две трети, одна треть грудины сжав руки в замок. Делается непрямой массаж сердца 30 к двум. 30 качков и 2 вдоха, если нет мешка, амбу. Делается на глубину 5 сантиметров. Должна экскурсировать грудина до прибытия скорой помощи. Реанимационные мероприятия проводятся в течение 30 минут. 1 июля в Луганске небо будет пасмурным. Вечером возможен небольшой дождь. Плюс 30 днём, ночью плюс 21. В Северодонецке также пасмурно, возможно гроза. Плюс 21 ночью, днём плюс 30. В Волчевске погода будет облачная, синоптики прогнозируют грозы. Плюс 28 днём, ночью плюс 20. В Мариуполе малооблачно, ожидается дождь. Днём плюс 26, ночью плюс 23. В Славянске также малооблачно, возможен небольшой дождь. Ночью плюс 21, днём плюс 28. В Краматорске пасмурно, но с прояснениями синоптики прогнозируют дождь. Плюс 28 днём, ночью плюс 20. В Янакиево малооблачно, ожидается дождь с грозой. Ночью плюс 20, днём плюс 28. В Горловке будет пасмурно и дождливо. Плюс 27 днём, ночью плюс 20. В этот день в Макеевке малооблачно, ожидается дождь с грозой. Температура ночью плюс 20, днём плюс 27. В столице Донецкой Народной Республики только утро будет ясным. Синоптики также прогнозируют небольшие дожди, а к вечеру грозы. Днём воздух прогреется до 28 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до плюс 27. Синоптики Субтитры создавал DimaTorzok